А в Шемкенте сегодня взбунтовались городские перевозчики. Они не согласны с предписанием из Акимата. Документ обязывает их обновить свои автопарки, в противном случае с ними расторгнуть соглашение. Но предприниматели уверяют, что последний раз закупали новые автобусы пять лет назад при прежнем Акиме. И он обещал им десятилетние контракты. Бахет Ермеков руководит компанией, которая обслуживает три автобусных маршрута в Шемкенте. И он совсем не обрадовался, когда получил предписание городского Акимата обновить автопарк. В противном случае контракты обещали расторгнуть. Каждый автобус стоит два миллиона. Если я куплю 20, то необходимо 40 миллионов тенге. Думали, возьмем еще кредит Бацалок и будем работать. Неизвестно, до какого времени продлится карантин. Мнение Бахета Ермекбаева разделяют и его коллеги-конкуренты. Они говорят, что еще не расплатились кредитами за автобусы, которые купили при прежнем Акиме. Впрочем, предписанием чиновников недовольны и те, кто смог закупить технику, не влезая в долги. Это крик души не только 22 компаний, которые взяли кредит. Я купил на 60 миллионов 7 автобусов. Из 10 лет по контракту я проработал 5. Сейчас в связи с оптимизацией в городе обновляются схемы маршрутов. Наш маршрут убрали. По словам председателя Ассоциации пассажироперевозчиков, аппарат прежнего градоначальника Габидулы Абдрахимова два года назад обязал предпринимателей обновить автобусы. Взамен продлил с ними контракты на 10 лет. И вот сменился Аким, изменились и требования. Со стороны Акимата о том, что мы должны подготовить площадку для новых автобусов, которая будет работать на природном газе. Но остальным-то как быть? Вот о чем разговор. Остальным-то как быть? Пусть отвечают на этот долг. Это крик души наших перевозчиков. Нам этот вопрос решится. Мы должны вынуждены обратиться в суд. Будем до конца идти. В управлении пассажирского транспорта уверяют, что предприниматели чего-то недопоняли. Планов или каких-то действий не планируется у нас. Даже не рассматривается у нас. Повески дня не стоят, чтобы их приостановить или чтобы у них что-то сделать. Всего в Шимкенте городские и пригородные маршруты обслуживают 78 компаний-перевозчиков. Из них 24 крупные автопарки. В Акимате заверили, что еще раз проведут переговоры с предпринимателями. Бахрам Абдуллаев, Жан-Серик Борамбаев, Информбюро, Шимкент. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.